ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ И там мы запустили очередной интересный опрос О нем чуть позже расскажем А прямо сейчас небольшой анонс того, что вас ждет сегодня Смотрите в первом часе утреннего шоу Автопилот Почему в 2018 году в России не останется ни одного контактного зоопарка? В Саратове обещают 30-ти градусную жару Когда же наступит лето в нашем городе? И где отдают зайку добрые руки? Все это и многое другое будет сегодня в нашем выпуске Ну а еще хотим напомнить, что сегодня, друзья, уже 11 июля на календаре и вторник Самый сложный день недели уже позади, ну а впереди все только хорошее и интересное И к этому часу, конечно же, уже готов выпуск новостей Мы готовы передать слово Анне Антоновой Она уже у нас в студии Доброе утро, Анна! Доброе утро, Олеги! Но прежде всего у меня срочная новость для всех пассажиров троллейбуса номер 2 Его сегодня не будет, не будет совсем То есть ждать его нет смысла, нужно искать другой транспорт Ну а других событий региона расскажу буквально через пару секунд Ждем подробностей, после чего вернемся в эту студию Летняя смена началась! Летим на отдых с саратовскими авиалиниями Приме авиарейсы из Саратова в Сочи, Анабу, Симферополь и Геленджик Saratov Airlines.ru Ну и пока погода, конечно же, не набрала свои обороты И 30 градусов не упали на наши, пока что легкие, незатуманенные головы Можно с легкостью выходить на набережную На все зоны рядом с вашим домом и заниматься спортом Ну и вместе, конечно же, с нашим фитнес-тренером Дана Рига Подготавливает каждое утро комплекс упражнений Для того, чтобы прокачать ваше тело Для того, чтобы привести его в тонус Для того, чтобы все мышцы у вас стали красивыми, рельефными Ну или просто подтянуть ваше тело Ну, в общем, двигайтесь вместе с нашим фитнес-тренером Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите рубрику «Двигайся» И с вами я, ее ведущая Дана Рига Отличная погода, и мы выходим на улицу для того, чтобы сделать нашу утреннюю зарядку Не обязательно для того, чтобы нагрузить наши мышцы Использовать многоповторные упражнения Мы можем использовать статику Что такое статика? Это когда мы используем вес собственного тела, замирая на пиковом движении То есть, показывая первое упражнение на ноги Ставим ноги шире плеч И приседаем присед плие И находимся в таком положении От 20 секунд до минуты Насколько вам позволяет ваша физическая подготовка Вы сразу прочувствуете, как горят и жужжат ваши мышцы Потому что это пиковое напряжение Простояли 20-30 секунд Кто может, минуту, хорошо Переходим к следующему упражнению Статическому Это выпады Следим за тем, чтобы колено не выходило за носок Угол 90 градусов в коленях Замираем в таком положении На такое же количество времени Не забываем про дыхание Стоим через жужжание и через боль, через силу Чем дольше вы простоите, тем лучше проработаются ваши мышцы То же самое мы делаем и на другую ногу В идеале даже делать без отдыха То есть, сделали упражнение, перешли сразу к следующему, стоим Сделали следующее, стоим Закончили упражнение на ноги Переходим вниз к упражнениям на пресс Исходное положение лёжа Поднимаем ноги И поднимаем руки Одновременно скручиваемся И находимся в таком положении около минуты Не забываем дышать, это очень важно Простояли минуту Переходим к следующему упражнению Это боковая планка Мы становимся, упираемся на один локоть Поднимаем тело И стоим, удерживаем такое положение Здесь у нас подключаются косые мышцы пресса Простояли от 20 до 60 секунд И сразу переходим к другой стороне Поднимаемся, дышим Чувствуем жжение мышц Но продолжаем стоять И желательно улыбаться, чтобы заряжать свою улыбку окружающих Ну и завершаем наше упражнение Планкой Для того, чтобы её усложнить Вы можете вытянуть противоположную руку и ногу И поменять их Или если вам тяжело, то просто классическая планка Здесь уже, конечно, лучше прибавить до двух минут И заканчиваем наш комплекс упражнений Пьём водичку Я с вами прощаюсь Помните, что в здоровом теле здоровый дух До свидания Возвращаемся к реалиям нашей жизни И хотелось бы вам сказать несколько новостей Актуальных, которые связаны не только с нашим городом Но и со всей страной Государственная дума планирует полностью запретить контактные зоопарки Об этом говорится в отредактированном законопроекте Об ответственном обращении с животными А второе учителение законопроекта состоится через неделю И после окончательного одобрения и подписания президентом С 1 июня 2018 года в России будет запрещено Открывать зоопарки, в которых животных держат только для контакта с посетителями Как отмечается в документе, ну, собственно говоря Физический контакт будет возможен только в том случае Если животное находится в большом вольере или же в клетке Тогда оно может в любой момент отдохнуть или спрятаться в укрытии Кроме этого, владельцам таких зоопарков запретят успокаивать животных специальными препаратами Документ также запретит россиянам по своему желанию отказываться от домашнего животного Владелица должен будет сдать его в приют или передать новому хозяину Кроме того, проект закона устанавливает ответственность за жестокое обращение с животными Вот такая серьезная информация, друзья, предлагаю вам ее обсудить Как вы относитесь к контактным зоопаркам? Любите ли вы их, посещаете ли вы их всей семьей? Любят ли ваши дети общаться с животными в таких зоопарках? Контактные зоопарки уже в принципе стали темой для каких-то событий И в частности для какой-то сводки ЧП Где кто-то кого-то укусил, животное пострадало, посетители пострадали и так далее Я считаю, что это, конечно же, не гуманно в первую очередь для животных И постоянно их подвергать какому-то стрессу, общению с детьми или с людьми Это для них вообще не нужно, на мой взгляд Знаешь, у них, насколько мне известно, есть подменные животные То есть не все время одно и то же животное в течение всего времени открытия зоопарка Работает и общается с детьми и с посетителями Они их меняют, то есть один и тот же вид, просто несколько особей у них представлены В любом случае, я считаю, что нормальных животных от животных под названием человек Нужно разделять огромным вольером И чтобы животные были в безопасности и никто их не трогал лишний раз Ну а будете ли вы сегодня в безопасности? И как вообще сложится ваш сегодняшний день? Узнаем прямо сейчас от Марии Белат Мужчина-дева и женщина-водолей вынуждены соблюдать меру Он вкладывает в отношения слишком много эмоциональной энергии Она ощущает себя сильно обязанной Однако водолей менее эгоистичен Доброе утро! С вами астропсихолог Мария Белат И мои наблюдения звездных влияния на сегодня В этот день лучше всего спланировать встречу с друзьями и единомышленниками Не перегружайте себя рутиной А также лучше не давать пустых обещаний Овин Профессиональные обязанности будут занимать больше вашего времени Телец Финансовая составляющая любых ваших проектов будет требовать вашего активного участия Близнецы Ваша повышенная раздражительность распространится на окружающих Держите себя в руках Рак Рассчитывать приходится только на самих себя Поэтому экономьте силы Лев Не стоит расслабляться и считать, что все сделано Самое интересное только начинается Дело Избегайте неоправданного риска Но действуйте решительно Весы Ваше стремление к победе будет оценено и отмечено нужными вам людьми Скорпион Интересные проекты и сложные задачи не напугают вас, а вдохновят на новые победы Стрелец Любые сложности на работе вам по плечу Козерог Уверенность в собственных силах позволит вам эффективно противостоять растущей неопределенности Водолей Старые дружеские связи помогут разрешить мелкие вопросы Рыбы Соберите все силы в кулак и действуйте Результат вас порадует Если эмоции не дают вам корректно выстраивать рабочие процессы или личные взаимоотношения, вы знаете, что стоит незамедлительно писать свой вопрос на мою электронную почту Не забудьте указать дату, время и место вашего рождения Ну и мы продолжаем еще одна актуальная новость, уже связанная с погодой Поэтому многим эта новость покажется приятным, а многим нет Я вот не любитель, например, жары И мне эта новость не очень приятна Но тем не менее Расскажем прямо сейчас чуть более подробно Эта неделя в Саратской области пройдет под знаком потепления Об этом рассказал голова регионального гидромедцентра Михаил Балтухин В пятницу, субботе температура воздуха повысится до отметки плюс 33 градуса Даже в ночные часы столбик термометра будет показывать от плюс 17 до плюс 22 В областном центре, соответственно, днем плюс 30, плюс 33, а ночью плюс 18, плюс 20 Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду Локально в правобережье порывы могут достигать 12 метров в секунду Температура воды в Волге повысится до плюс 19 И предполагается, что в течение недели она повысится еще на 1-2 градуса, сообщил синоптик Ну, мне кажется, наконец-то наши жители обрадуются тому, что пришло тепло Наконец-то можно будет отправиться на пляж Можно загорать на пляже не под пасмурным небом А наконец-то под ярким, жарким солнцем Но самое главное, как грустно выглядят продавцы магазинов, которые привезли летнюю коллекцию разной одежды Кстати, да Шорты висят, все маечки летние все висит Купальники Все висит, никто ничего не покупает И наконец-то вот в остаток буквально летнего сезона, наверное, все раскупят у них И они будут счастливы, довольны и заработают немножечко денежку Ну и мы будем тоже счастливы и довольны Наконец-то поваляемся на пляже, позагораем и получим вот этот вот положительный витамин D, который мы получаем только из солнечных лучей Да, друзья, ну а для кого-то лето это отпуск, для кого-то лето это загар, пляж и развлечения И развлечения, ну а для кого-то лето ассоциируется только и планируется поступление в университет На календаре почти середина июля, а это значит, что пора подавать документы в ВУЗ мечты И для тех, кто мечтает обучаться управленческим навыкам, мы пригласили к нам в студию заместителя директора Павловского института управления имени Столыпина филиала Ранхикс Елену Сергееву Во втором часе поговорим, как же все-таки поступить на нужное направление и какой в этом году проходной балл Ну и, кстати, присоединиться к нашей беседе вы уже можете прямо сейчас, если отправить свои вопросы нашей гости на наш смс-портал Но во втором часе после выпуска новостей мы обязательно все у нее спросим Ну и, кстати, продолжим тему хорошего настроения, жаркой погоды и отдыха Опросом ВКонтакте Дело в том, да, то, что ты проанонсировал в первом, ну в самом начале нашей передачи, что мы запустили опрос ВКонтакте В нашей группе под названием Саратов 24 и звучит она следующим образом Сегодня мы, в принципе, говорим об образовании, о профессиях и так далее И там задаем один очень простой вопрос Работаете ли вы по профессии? Есть несколько вариантов ответов Да, с самого начала знал, кем я буду и работаю по профессии Нет высшее образование, это формальность И, конечно же, еще не работаем, но планируем тренироваться И, конечно же, еще свой вариант в комментариях также можно оставить Друзья, присоединяйтесь к нашей беседе, заходите прямо сейчас в группу ВКонтакте Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, делайте репост Ну, а мы обязательно все зачитаем в прямом эфире чуть-чуть попозже Сразу, наверное, после того, как наш стилист Алина Ковалева расскажет Оказывается, что в моде сейчас Панамы Это очень актуально при такой жаре, которая будет в ближайшие дни Давайте посмотрим Всем привет! С вами стилист Алина Ковалева Этим весенне-летним сезоном, кроме косынок, будут также актуальны еще и Панамы Хотите верьте, хотите нет, но Панама должна быть не только у каждого уважающего себя дачника, но и у всякого модника Список актуальных, нелепых, на первый взгляд, головных уборов одними бейсболками, кепками и беретками не исчерпывается Панамка еще один обязательный пункт Миучи Прада дважды возвела ее в ранг очень модного аксессуара Сначала в круизной коллекции Миу-Миу, затем в мужской и женской коллекции Прада С Миучи не поспоришь Взглянув впервые на эти неуклюжие тканевые ведрообразные шляпы с прострочкой, думаешь, что это шутка Но тут все серьезнее некуда Прелесть Панамки именно в ее нелепости Наденьте строгий макинтош, а к нему смешную Панаму Самоирония всегда очаровательна К тому же Панама, особенно широко полая, вещь очень практичная Прохладным днем она заменит шапку, дождливым днем зонт В сложенном виде правильная Панама легко поместится в карман плаща Хотя высший пилотаж купить Панаму в магазине для садоводов и носить ее с достоинством Так что не забывайте про свою самую иронию С вами была стилист Алина Ковалева Ну а мы продолжаем еще несколько событий актуальных в нашем городе Ну немного веселее, Жень На самом деле события это неплохие Саратой пройдет социальные акции Называется она «Капитан доверия» Одноменный корабль с номером телефона на носу отправится по Волге Заплывая в ряд приволжских городов Его команда планирует посетить такие города, как Ульяновск, Тольятти, Самара, Сызрень, Балакова, Саратов, Камышин и Волгоград Каждый год организаторы ищут новые форматы для того, чтобы как можно больше детей узнали о телефонне доверия В этом году пришла в голову такая идея использовать тему реки, капитана и пиратов Единый общероссийский детский телефон доверия для детей, подростков и их родителей создан в 2010 году фондом поддержки детей Находящихся в трудной жизненной ситуации Помощь оказывается во всех субъектах Российской Федерации На сегодняшний день детский телефон доверия 8 800 2122 Принял уже более 7 миллионов звонков Звонок с любого мобильного и стационарного телефона бесплатный и анонимный Хорошо, что у нас есть такие службы, которые помогают тем, кто не может сам себя защитить Кстати, если у вас есть что сказать в эту тему, то можете нам писать свои смс-сообщения на наш мобильный портал Он доступен, включен и мы ждем сообщения и готовы их зачитать в прямом эфире Это, кстати, была не веселая тема, а вот теперь веселая тема про театр Про театр и так далее Да, друзья, сегодня в 11.00 в театре драмы, музыки и поэзии «Балаганчик» состоит спектакль Называется он «Моя вообразилия» по сказкам народов океана и стихам Бориса Захадера Открыто электронное бронирование билетов уже, возможно, прямо сейчас Вместе с артистами театра юные зрители побывают, ну, конечно же, в волшебной стране вообразили И переживут невероятные приключения, такие как, например, спасение черепахи, из которой хотели сварить суп Разгадывание танцевальных загадок, борьба за мешочек с ядом, ящером Мунгуон Гали и многие-многие другие Авторские песни, оригинальные музыкальные миниатюры в фантазийном переплетении с удивительной философией сказок народов океане и поэзии Раскроют удивительную страну фантазии и любви, где все и все на свете нужны и мошки не меньше нужны, чем слоны В общем, вот такой замечательный мероприятие сегодня пройдет Наверняка можно хорошо там провести время Отправляйтесь вместе с детьми, погрузите их в этот мир волшебства вообразили Ну, а потом поделитесь своими впечатлениями, напишите нам, например, вконтакте Расскажите, как действительно прошел спектакль и что интересного было Да, друзья, ну и мы, конечно же, в тему продолжения развлечений для детей Хотели бы вам показать нашу рубрику под названием «Детская афиша», где нам расскажут Где Илья Соколов расскажет нам о фестивале газировки О фестивале мороженого О фестивале мороженого и о многое еще чем интересного Всем привет, с вами Илья Соколов и это рубрика «Айфиша» Здесь я рассказываю вам о самых интересных мероприятиях, которые проходят в нашем городе Лето в самом разгаре, поэтому берите своих родителей и отправляйтесь веселиться Первое, что можно посетить, это веселый и занимательный мастер-класс по аппликации «Золотая хохлома» На нем мы с вами сможем собственными руками создать при помощи фольги Интересные открытки, картины и панно В общем говоря, аппликация – это давняя забава не только для многих детей, но и для взрослых Ведь приклеивать что-нибудь на основу или пришивать – это очень интересно и познавательно Каникулы пролетают незаметно, а это значит, что самое время действовать Для любителей сладкой газировки у меня есть отличная новость Мы можем посетить фестиваль, где будем пить ее сколько захотим Ну, если, конечно, родители разрешат Фестиваль пройдет на пляже Это значит, что можно искупаться и здорово провести время Тем более, что на фестивале нас ждут море интересных и забавных конкурсов Тематические мероприятия, чудесные мастер-классы И, конечно же, дегустация напитков Мороженое Летом это самое любимое лакомство как для взрослых, так и для детей Если вы тоже так считаете, тогда отправляйтесь в городской парк Ведь именно там пройдет целый праздник, посвященный этому десерту И называется он очень просто – фестиваль мороженого Здесь мы с вами сможем поучаствовать в активных играх на свежем воздухе Выиграть интересные призы в конкурсах Попозировать вместе с друзьями или родителями в специальной фотозоне Ну и, конечно, отведать много-много вкусного мороженого Его, кстати, будут раздавать бесплатно Интересных событий в нашем городе очень много Так что смотрите афишу и выбирайте самые необычные Отправлитесь за новыми впечатлениями А я прощаюсь с вами до следующей недели И говорю вам пока-пока До новых встреч Ну а мы с вами, конечно же, не прощаемся Утреннее шоу «Автопилот» продолжается Напомню, что вы нам можете позвонить в прямой эфир Можете написать свои приятные утренние сообщения Ну а также заглядывайте к нам в группу ВКонтакте Там много всего интересного Там очень интересный опрос запущен А также там есть различные новости, фотографии Мы рассказываем там тоже о событиях И о том, что же будет на нашем телеканале помимо нашей программы В общем, заходите, не пожалеете Да, ну а прямо сейчас, возвращаясь к первой новости Которую мы озвучили недавно Зооспас, наша рубрика постоянно Зооспас Мы хотели бы вам прорекламировать, если можно так сказать Еще одно животное Девочка 2 месяца, кличка Зайка Обработана, сделана Она очень похожа на Зайку Да, очень прохожая, очень милая, нежная И посмотрите, какие тона, да, бежевая и белая Да, ей всего-навсего 2 месяца Она обработана, ей сделана первая прививка И она будет отличной охранницей Ее можно взять в семью с детьми Например, она умная, активная, контактная И лает только на чужих Голос уже подает, но лает только на чужих Да, пока что чужим можете быть для нее и вы Но как только вы ее заберете к себе домой Пригрейте, накормите И она поймет, что вы ее друг Она будет лаять не на вас 602044 номер телефона волонтерского движения «Зооспас» Вам стоит запомнить эти 6 цифр, если вы хотите обрести себе друга Помимо собачки, зайки, там есть и другие животные Есть кошки, есть еще собаки, есть даже черепахи, насколько нам известно В общем, звоните 602044 волонтеры движения «Зооспас» точно подберут вам хорошего друга Самое главное, что эти животные все абсолютно бесплатные И готовы сразу к контакту с людьми И они чистенькие И они чистенькие, да Напоминаю, что... Ну, это вследствие того Напоминаю, что сегодня мы говорим о профессиях Об образовании и так далее И в нашей группе ВКонтакте Мы запустили опрос Работаете ли вы по профессии Есть несколько вариантов ответов Да, работаю по профессии 41% это лидирует Потом нет, это высшее образование Это формальность 35% У меня вообще нет высшего образования Зарабатываю я хорошо 12% И, конечно же, еще не работаю Но планирую устраиваться по профессии Вот 6% проголосовали за этот вариант ответ Света, обращаюсь к тебе Ты работаешь по профессии? Не совсем, Жень Но, на самом деле, я считаю, что высшее образование, оно нужно Во-первых, оно расширяет кругозор Оно дает тебе большое количество контактов Оно дает тебе прекрасное времяпрепровождение Потому что 5 лет студенческой жизни Это самая прекрасная пора, наверное, в жизни человека Ну или одна из самых прекрасного времени Но, в общем, не обязательно работать по специальности Если, например, ты в 17 лет сделал неправильный выбор Например, да? Ты не смог правильно определиться с тем, чем ты хочешь заниматься по жизни Может быть, у тебя через 5 лет открылся какой-то другой талант Открылась чакра какая-нибудь Но, тем не менее, мне кажется, в принципе, высшее образование в современном 21 веке Это пережиток чего-то старого На самом деле Да ладно? Атавизм каких-то советских времен И нам навязывают то, что нужно обязательно после школы идти куда-то учиться В век информационных технологий Когда информация со всех сторон тебя окружает В интернете можно найти абсолютно любую информацию, какая тебе нужна И обучиться любым навыкам На мастер-классах, в интернет-уроках По скайпу лично с каким-то преподавателем Я считаю, что время тратить, например, на высшее образование И платить за него колоссальные деньги Не настолько необходимо Если просто тебе нечем занять 5 лет, то можешь сходить, конечно Если нет, то ты можешь с легкостью образовываться сам Если ты просто грамотный, воспитанный человек И знаешь, что ты хочешь от жизни Вот с тобой я в этом вопросе, конечно же, не согласна Потому что я уже высказала, во-первых, свою точку зрения Что это расширяет кругозор Во-вторых, мне кажется, один человек не способен полностью обучиться в разных сферах Настолько, насколько это дает высшее образование И в разных сферах тоже же не учат в институте, кстати Узкая специализация Ну, в общем, друзья, разделите наше мнение Или Женина, или мое Присоединяйтесь к нашей беседе, высказывайтесь Пишите смс-сообщение на наш смс-портал Мы обязательно все зачитаем Ну и в конце концов, эта дилемма будет решена Да, ну а что самое важное На самом деле, помимо образования Это, конечно же, ваше здоровье И как правильно следить за ним Вам расскажет наша следующая рубрика Давайте посмотрим Клиника-эксклюзив Клиника-эксклюзив — это многопрофильное медицинское учреждение, оснащенное новейшим диагностическим и лечебным оборудованием производства Германии, США, Италии и Южной Кореи Клиники проводят обследование и лечение заболеваний инновационными, малоинвазивными методиками Основной принцип клиники-эксклюзив — это комплексный подход к лечению любого заболевания, включающий помимо общепризнанной терапии, рекомендации по образу жизни и питанию, составление долгосрочных программ ведения пациента, помогающих оставаться человеку здоровым, жизнерадостным и в прекрасной физической форме Инновационное оборудование, высококвалифицированные специалисты, качественные медицинские услуги и сервис, разумные цены, индивидуальный подход к каждому пациенту — вот что является визитной карточкой Клиники-эксклюзив Сегодня мы хотим рассказать вам об одном из важных направлений — сосудистой хирургии Варикозная болезнь нижних конечностей — это наиболее частая проблема, с которой пациенты обращаются в Клинику-эксклюзив к сосудистому хирургу И сегодня, на примере нашей героини, мы постараемся с вами разобрать, как с помощью наших самых последних и эксклюзивных технологий мы можем здесь помочь Предварительно нашей пациентке было сделано дуплексное исследование вен нижних конечностей и диагностирована недостаточность остеального и стволовых клапанов большой подкожной вены Также имеется варикозно изменённый приток большой подкожной вены Используя аппарат радиочастотной абляции третьего последнего поколения, мы устраним патологический сброс по стволу большой подкожной вены Устранив недостаточность остеального и стволовых клапанов А также при помощи мини-инвазивной операции, что выполняется также под местной анестезией, удалим варикозно изменённый приток Вся процедура займёт не более полутора часов И спустя короткий период наблюдения пациентка сможет покинуть нашу клинику Адрес клиники город Саратов, улица Некрасова, дом 33, дробь 35, телефон 759-759 Летняя смена началась Летим на отдых саратовскими авиалиниями Прямые авиарейсы из ААС Саратова в Сочи, Анапу, Симферополь и Геленджик Купить авиабилет можно на сайте авиакомпании saratovairlines.ru Летим в Москву с саратовскими авиалиниями До пяти рейсов ежедневно в удобное для вас время Действует тариф социальный Купить билеты на сайте saratovairlines.ru Напоминаем, что в нашей группе ВКонтакте мы запустили опрос Работаете ли вы в профессии Он действует на протяжении всего нашего выпуска Поэтому заходите сюда и голосуйте Ну а прямо из ВКонтакте мы переместимся в Инстаграм И хотели бы осветить фестиваль красок, который прошел вот-вот Несколько фотографий, которые выкладывали наши телезрители Сейчас готовы вам продемонстрировать Ну и немного прокомментируем их Буквально на днях, буквально в прошлые выходные Проходил фестиваль красок в детском парке И этот фестиваль красок проводится уже далеко не в первый раз Хочу заметить, что фестиваль красок это индуистский фестиваль весны вообще К холле И у них, кстати, Жень, есть такая же традиция Как и у нас на масленицу сжигать чучело Серьезно? Да, вот у нас врате А они кого-то выбирают самым разукрашенным и говорят Ты чучело, мы тебя сажим Интересно потом наблюдать, как по городу вот эта молодежь вся Или вообще участники этого фестиваля, если его можно так назвать Ходят И они абсолютно не смывают эти краски Идут веселые и, собственно, как-то поинтереснее становится Красноцветные такие И несмотря на то, что погода нас в эти выходные не радовала Все равно фестиваль красок состоял Сюда пришло немалое количество людей И выкладывали свои интересные фотографии Веселились, дурачились И, кстати, там был главный подарок Насколько я помню, это килограмм красок Который можно было тоже вот так запустить А еще можно было сделать селфи на фоне толпы со сцены Это был правило по главной прессе Пять человек тоже Пяти людям каким-то образом мы их выбирали Не знаю, может быть, лотерея там была Им дарили вот именно такой селфи на фоне толпы Ну, мне кажется, это круто Вообще, интересно, да, как вот люди проводят время Почему он стал таким популярным? Потому что его проводят даже не то, что не в первый год А то несколько раз в год его проводят И самое интересное то, что он популярный Потому что он под собой, в принципе, никакой ответственности Смысловой нагрузки никакой не несет Просто подкидывает все краски Веселятся под музыку, танцуют И развлекаются Самое главное, без алкоголя Это в первую очередь абсолютно безалкогольные Все эти мероприятия веселые И проходят на ура Ну, в общем, если у вас есть интересные фотографии То тоже к выкладывайте в социальные сети Не забывайте ставить хэштег Саратов24 на английском, на русском Совершенно неважно Мы все посмотрим, все увидим, все узнаем Откомментируем вам И, может быть, именно вашей фотографией попадет в следующую нашу инстаграм-подборку Ну, или, может быть, в городскую зарисовку Которая у нас как раз на очереди Хотим вам показать еще одну фотографию Которая была сделана в нашем городе Дело в том, что у нас установили такой небольшой арт-объект Если можно назвать его И он назывался Я Дома И вот пользователи социальной сети ВКонтакте Пошутили так и немножко пошалили И написали Яма Убрали лишние буквы И получилась Яма Но, в принципе, на какой-то момент Я думал то, что Я согласен с ними Ну, типа Яма с городом, с дорогами связано Ха-ха-ха Очень смешно Но, с другой стороны, видя ситуацию на данный момент на дорогах нашего города То, что реально все меняется, ремонтируется И каждый день везде образуются небольшие пробки из-за этого То Яма-ха уже по факту и уже и нет нигде Ну, кстати, да Пробку мы вам расскажем чуть позднее Но я согласна с тобой, Жень Что действительно ситуация на дорогах у нас улучшилась И сейчас даже машин меньше Наверное, ремонтникам в этой ситуации проще Ремонтировать дорогу Да и для наших жителей Это тоже проще ситуация Потому что, если бы, например, ремонт дорог начался, например, в сентябре, в октябре Когда все студенты приезжают Когда все школьники начинают ездить на занятия Это, наверное, было бы чуть более проблематично Да Чем сейчас В общем, спасибо нашей администрации За то, что она это делает Ну да, все грамотно спланировали, друзья Но о тех людях, которые скрашивают ваши долгие минуты ожидания в пробках на светофорах Хотелось бы сейчас рассказать Это радио Energy Саратов Каждый будний вечер с пяти и до шести на волнах радио Energy Вас ждет большой саратовский интерактив Классные новости Хотите попасть на концерт главных хитмейкеров этого года Американской группы Imagine Dragons Которая состоится 17 июля в Москве на сцене спорткомплекса Олимпийский Радио Energy дарит вам два билета и оплату трансфера до Москвы и обратно Успейте обратиться и обрадоваться крутому призу Да, только понедельник и вторник, друзья, не упустите свой шанс Пусть ваше лето не радует нас немного теплом и солнцем Но Radio Energy это настоящая жаркая радиостанция И, кстати, там еще проходит жаркое кинолето На этой неделе вас ждут пригласительные сразу на два фильма На блокбастер или ужастик Это вам самим выбирать, какой захотите, такой возьмете себе приз Нужно слушать волну 879FM А чтобы передать поздравления, послания, привет, там, я не знаю, какую-то любовную весточку Нужно зайти в группу Отправьте глобу, да? Вконтакте В группу Radio Energy заран вконтакте, конечно же, ну и настраивать свои приемники Еще раз напомню, на частоту 879FM Кстати, Imagine Dragons очень классная группа И, наверное, будет очень крутой концерт, если уж он проводится в Олимпийском Друзья, есть шанс выиграть сегодня два пригласительных билета А еще и трансфер, бесплатно добраться Да, в общем, как ни крути, это очень крутое предложение от Radio Energy Sarat 89,7FM 89,7FM Да Хорошо Ну, а мы двигаемся далее И хотим показать вам одну интересную рубрику И называется она Face Fitness Face Fitness, как сделать свое лицо красивым Без всякого вмешательства докторов, врачей, косметологов Давайте посмотрим С точки зрения физиологии Привычка – это просто устойчивые нервные связи в головном мозге Которые всегда готовы к активации Ну, а если привычка полезная Тогда от простого повторения мы получаем массу преимуществ Сегодня узнаем, как одна простая привычка Поможет сохранить молодость лица Наш эксперт сегодня – бьюти-коуч и Face Fitness инструктор Ольга Малахова Она уже делится своими секретами с десятками тысяч женщин в своем инстаграме Но сегодня расскажет кое-что зрителям утреннего шоу «Автопилот» Ольга, доброе утро! Я вас приветствую Я делюсь не только с десятью, да, с десятками Я уже с десятками тысяч прекрасных женщин всего мира делюсь своими секретами И сегодня с радостью я готова поделиться этими секретами с жительницами Саратова и Саратовской области Лето – особенная пора Что делать, чтобы летом быть без макияжа? Ну, я хочу сначала рассказать вам, что Face Fitness – это комплекс упражнений И определенная система молодости лица, которая направлена на то, чтобы быть ежедневно красивой Без применения инъекций и дорогостоящих процедур И сегодня давайте с вами поговорим про лето и про самую распространенную проблему этим летом – это отеки лица Я хочу вам дать противоотечную технику, которую вы можете делать каждый день, независимо от времени года и даже от возраста То есть прямо сейчас мы встаем к зеркалу и повторяем за Ольгой Да, очень внимательно следите за моими движениями И я прошу вас действительно весь комплекс упражнений, которые вы получите, делать именно перед зеркалом, чтобы контролировать правильность выполнения Итак, мы начинаем с того, что активизируем нашу лимфатическую систему И мы должны это сделать, учитывая расположение лимфоузлов Это надключичные лимфоузлы, околушные, заушные и нервничелюстные Называется все сложно, а в жизни будет все намного легче Итак, мы делаем на выдохе 10 раз помпаж надключичным лимфоузлом 10 Затем мы с вами делаем слив по шее Раз, два, три Затем мы с вами открываем кран и разминаем подъязычные лимфоузлы Вот прям большим пальчиком, либо двумя пальчиком мы разминаем Вы можете сразу почувствовать, как будет увеличение количества сливной во рту Таким образом мы активизируем лимфу Затем мы стимулируем нижнечелюстные лимфоузлы И как будто прокатываем под нижней челюстью также 10 раз Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Для обладателями второго подбородка я рекомендую разрезать этот второй подбородок От уха к уху Ну и переходим к самой противотечной технике выше на лицо Мы прокатываем, как будто сливаем лишнюю воду с лица И слили по шее Снова прокатываем Сливаем по шее Снова Слили И так проходим все лицо с небольшим, но ощутимым надавливанием Есть ли какой-то секрет, как сильно надавливать? Ну сильнее, чем вы это сможете сделать, вы специально не сделаете Как будто мы сливаем с лица, переливаем эту водичку и делаем такой проход три раза После такой практики вам захочется пить, например, я уже сказала, и пить сразу захотелось Будет очень хорошо, если вы попьете воду, лучше комнатная температура с лимоном или какой-то теплый чай Даже в жару он прекрасно будет тонизировать Ольга, как много времени занимает эта зарядка и как часто ее нужно повторять? Ну давайте посмотрим, сколько времени я показывала Наверное, минуты полторы, может быть две Я думаю, что каждая женщина сможет найти это время в своем занятом графике Ольга, большое спасибо! За эти полторы минуты мы точно усвоили одну полезную новую привычку Еще больше полезных привычек каждое утро в программе Автопилот Ну а мы продолжаем, и выпуск новостей уже готов для того, чтобы поведать вам, что происходит в Саратове С пылу с жару Анна Антонову принесла нам свежие и горячие новости, что новенького произошло? Снова доброе утро, коллеги! Доброе утро! У меня к вам вопрос, как бы назвали новый аэропорт Сабуровки? Я бы назвал Сабуровский 1 Сабуровка Airport просто Ну что ж, возможно так именно зовут аэропорт, потому что саратовцам предложили подумать над названием Дело в том, что к 2019 году уже запустят аэропорт И свои предложения саратовцы могут присылать на e-mail, какой именно и какие уже есть предложения Я расскажу буквально через пару секунд Подождите, подождите, а выиграть что-то можно выиграть? Выиграть название аэропорта, разве нет? Честь и почет просто Ну хорошо, Аня, ждем от тебя подробностей, после чего вернемся в эту студию Сразу после новостей в утреннем шоу Автопилот Какой проходной бал необходим, чтобы поступить в президентскую академию? Близнецам стоит умерить пыл, а у рыб отличный день для решительных действий Что ждет ваш знак зодиака сегодня? И сколько дипломов можно получить, если учиться всю жизнь? Летняя смена началась! Летим на отдых с саратовскими авиалиниями Прямые авиарейсы из Саратова в Сочи, Анапу, Симферополь и Геленджик Саратовэрлайнс.ру Спонсором следующего блока является Поволжский институт управления имени Столыпина Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации На календаре почти середина июля, а это значит, что пора подавать документы в ВУЗ мечты Для тех, кто мечтает обучиться управленческим навыкам, мы пригласили к нам в студию заместителя Директора Поволжского института управления имени Столыпина филиала Ранхикс Елену Сергееву Доброе утро, Елена! Доброе утро! Елена, очень рада вас видеть у нас в студии Давайте сразу начнем с того, что не каждый абитуриент при поступлении в ВУЗ знает о том, с какой профессией он хочет связать свою жизнь Ну, потому что в 17 лет, в 17-18 лет, очень сложно определиться с какой-то своей прям будущей профессией на всю жизнь А вот что должен знать абитуриент, чтобы сделать правильный выбор для того, чтобы поступить в ВУЗ? Смотря о каком этапе мы с вами говорим, потому что, конечно, в идеале уже подходя к 11 классу, школьник должен понимать три вещи, как минимум Это какое направление подготовки специальности хотелось бы ему выбрать в дальнейшем От этого будут зависеть те ЕГЭ, которые надо будет сдавать, потому что к каждому направлению подготовки специальности соответствуют те или иные предметы Ну и, конечно же, ВУЗ, которым он хочет учиться У кого-то это уже семейная традиция, у кого-то мечта формируется, может быть, под воздействием друзей, знакомых Социума Да, совершенно верно, может быть, кто-то отслеживает, какие наиболее прибыльные профессии существуют Модные, совершенно верно, например, сейчас направление информационных технологий Очень модные, перспективные Ребята считают, что это очень перспективно Но при этом они не совсем осоздают ни сложности, ни свои возможности, как они справятся с этой программой Поэтому, ну, наверное, жизнь-то подкорректирует, поэтому это не так страшно, если даже выбор это не произошел на этапе 11 класса Возможно и такое Бывает, что последовательность такая, что сначала ЕГЭ выбирает, а потом уже начинает выбирать ВУЗ, специальность Такое тоже возможно Но так как все-таки уровни образования предполагают такие уровни, как бакалавриат, магистратура, специалитет У такой категории ребят есть возможность получить вот такое вот обучение бакалавриата Для того, чтобы понять, то ли это направление, в котором надо дальше развиваться Или, может быть, его стоит сменить, или перевестись, или, может быть, дальше в магистратуру пойти по другому направлению А есть ли сейчас возможность вот у людей, которые заканчивают школу, вот именно на пороге стоят выпускники, которые уже ищут место, куда поступить Ознакомиться с предложениями, то есть, возможно, вы приходите в школу и даете какие-то ознакомительные уроки И только мы, и, конечно же, надо этим пользоваться Поэтому, если мы говорим о тех, кто продолжает обучение, конечно, надо пользоваться всеми теми возможностями, которые дают ВУЗы Сейчас очень много различных проектов Но самый классический вариант знакомства – это день открытых дверей Но сейчас еще есть и виртуальные знакомства То есть не обязательно ехать в этот ВУЗ, а у нас приезжает с большого количества регионов И Хабаровск, и Владивосток, и Калининград, и Мурманск Несмотря на то, что, казалось бы, есть там и свои учебные заведения Но Саратов, он славится именно как студенческий город Поэтому, конечно, выбор здесь значительно богаче Можно и виртуально познакомиться Но если есть возможность, то надо посещать и другие какие-то проекты Участвовать в конкурсах, которые ВУЗы устраивают Это позволяет узнать жизнь студенческую изнутри Почувствовать атмосферу ВУЗа и, может быть, определиться даже именно профессионально У нас, например, есть такой проект «Станя студентам уже сейчас», когда в течение дня можно посидеть за партой со студентами 2-3 курса И по той профессии, которую он себе представляет как, наверное, идеальную или возможную И понять, то ли это, или, может быть, стоит что-то еще изменить в своей жизни Но это очень интересно, если есть такая возможность И познакомиться с преподавателями Конечно, и даже лекции, семинары, все как обычный студент Студентам это тоже забавно и нравится такой вот младший такой товарищ появляется Которого надо опекать обязательно, чем-то помочь Некоторые ребята настолько втягиваются, что потом ходят по нескольким факультетам Это совершенно бесплатно И, конечно, это дает возможность еще и поучаствовать в уме учебной жизни У нас и в театральных студиях, и в вокальных также участвуют Ну и свои конкурсы есть, которые дополнительные баллы дают Это тоже для тех, кто сейчас закончил 10 класс, очень важная информация Потому что профессиональные конкурсы Есть всероссийские олимпиады школьников, а есть конкурсы, которые устраивают сами ВУЗы Вот у нас это, например, президентская академия зажигает звезды Это и творческие, и общественные направления, научные, и экономические таланты По итогам этих конкурсов, если становятся победителем, это уже 5 баллов То есть еще ЕГЭ не сдал, а 5 баллов уже в копилочке есть То есть один экзамен зачтен уже, да, будет? Нет, это не один экзамен Это прибавка такая вот именно бальная к ЕГЭ А вот говоря о современных технологиях, технология поступления в ВУЗ тоже изменилась Вот если рассматривать ЕГЭ, оно как облегчило жизнь абитуриентам или наоборот усложнило? Ну, в первую очередь, я хотел бы сказать, для преподавателей серьезно осложнило Причем это, наверное, для работников образования и в школе, и в ВУЗе Свои сложности есть Но для абитуриентов, конечно же, это облегчило Потому что раньше это почти полтора-два месяца сдачи экзаменов Сначала надо выпуститься из школы, потом поступать в ВУЗ Стрессовые ситуации значительно чаще, нежели это сейчас Хотя сейчас накал страсти, конечно же, такой же Потому что ЕГЭ так же сложно сдавать, как и обычный экзамен Но и потом такой вот нервный период ожидания Каковы будут шансы пройти натуральное направление подготовки, бюджет или коммерции Это самое главное, что волнует Слушайте, а вот для поступления в ВУЗ Нужны ли какие-то дополнительные экзамены или тестирования Или достаточно вот как раз ЕГЭ, достаточно хороших баллов по ЕГЭ? Практически по всем направлениям классический вариант это ЕГЭ Есть специальность таможенное дело, где сдается Вернее, принимаются два ЕГЭ, это русский язык, общество знаний И третий предмет экономик, он сдается у нас, как вступительное испытание Ну и есть категории граждан, которые могут сдавать вступительные испытания в ВУЗе Это тоже очень важный момент Некоторые думают, что если не набрали должное количество баллов То можно пересдать его в ВУЗе, ничего подобного Этим правом могут пользоваться только иностранные граждане Инвалиды, вот те, кто к этой категории относится И ветераны боевых действий И те, кто имеет профессиональное образование Либо среднее, либо выше Все остальные это только ЕГЭ Какой же он проходной балл в этом году? Мифический такой вот проходной балл Самый, наверное, популярный вопрос На самом деле его не существует А тогда, когда он существует, он уже не интересен Потому что проходной балл это балл последнего зачисленного на бюджет Мы стараемся консультировать своих абитуриентов Максимально ежедневно во всех возможных форматах и режимах По текущему проходному баллу То есть хотя бы говорить о том, каковы шансы Потому что, наверное, самые нервные баллы Это 212-220 Когда такая пограничная ситуация За три экзамена, да Сложно сказать совершенно точно Ну а есть те, которые 261 волнуются Поступит ли они на бюджет Ну а все-таки поступают с такими баллами? Конечно, конечно Но есть и те, кто из 146 хотят только бюджет И это, кстати, тоже как раз говорится о том, что Хотелось бы сказать, что при выборе профессии Самое главное не выбирать такую профессию, как бюджет А все-таки выбрать именно то направление, где хотелось бы получить глубокие знания И построить свою успешную карьеру Ну если говорить о Положском институте управления Вот расскажите о ваших проходных баллах Ну вот проходных баллах мы сейчас сказали О приемной комиссии Расскажите, когда подавать документы? Какие документы нужны? Ну вкратце И с какого периода уже начинается? По всей России уже на программу высшего образования Стартовала приемная кампания с 20 июня Каждый день идет прием документов У нас это еще и в субботу до часу дня мы принимаем документы Будет это продолжаться для тех, кто поступает после школы по ЕГЭ На очную форму, но это самая большая такая категория Поступающая до 26 июля Самые главные документы это паспорт, аттестат и пожалуй все И желание И все-таки какая-то направленность Потому что иногда воспринимают как обязанность Три специальности, пять вузов и мечутся иногда между несколькими городами Совершенно полярные специальности абсолютно никак друг с другом не связаны Это тоже такая ошибка Это сразу чувствуется, что у человека нет все-таки какой-то цели И он пока только в поиске А вот если исходить из вашего опыта Чаще всего к вам приходят, как вы сказали То есть династически ведут ваш институт Или же по какому-то собственному желанию Молодежь сейчас присматривается По-разному Ну как правило, те, кто уже нас очень хорошо знают Либо к нам ходят уже как домой в разных форматах И некоторые приходят и говорят, седьмого класса мечтаем Есть те, кто уже подросли и уже ведут своих детей, внуков Потому что все-таки вуз не первое десятилетие существует Поэтому и свои традиции тоже есть Ну и те, кто понимают, что это все-таки управленческий вуз И в первую очередь хочется быть руководителем Такие амбиции, которые надо реализовать Работать в команде, работать с людьми И вот, наверное, вот все-таки такая категория В большей степени является целевой То есть это ваша целевая аудитория, амбициозные молодые люди и девушки Да, совершенно верно Но вот чаще всего после вашей института идут в политику все-таки или нет? Потому что мы знаем то, что и в этой сфере тоже ваши студенты есть Говорить о чаще, наверное, очень сложно Потому что, например, на Саратов-24 на канале тоже работают наши выпускники Мария Смирнова Например, Полин Попенец, которые закончили связь с общественностью Это направление у нас тоже продолжается Ну и, конечно же, те, кто идут и в политику, и на госслужбу Ну и в бизнесе тоже есть наши выпускники Поэтому абсолютно разные направления Единственное, что объединять все образовательные программы Это все-таки блок управленческих дисциплин То есть этому учат везде И идет очень хорошее сочетание То есть это и отраслевая подготовка, и подготовка как управленца Ну и самое главное, наверное, плюс Это то, что это не только идет подготовка в аудитории или на практике Но и в различных форматах вне учебных Вот, например, сейчас у нас 9 июля стартовал очередной летний кампус Президентской академии в Татарстане Где самые талантливые студенты со своим проектом прошли туда И участвуют в очень интересном международном форуме Из 32 стран приехали зарубежные студенты Со всей России студенты самые такие успешные И для них проводят лекции, тренинги И государственные служащие, и зарубежные хорошие специалисты в области бизнеса И очень интересная, насыщенная программа Которая им позволяет проектную работу знать изнутри А что касается постинститутской жизни студентов Есть ли какое-то сопровождение, трудоустройство и так далее? Это главный вопрос, мне кажется Для тех, кто поступает, сможет ли он потом устроиться на какую-то работу? Конечно, это является определяющим И не всегда это определяющим для конкретной профессии А, наверное, скорее для вуза Потому что работать по специальности Это такой вопрос риторический Что значит работать по специальности А вот получить необходимые навыки для того, чтобы успешно трудоустроиться Это очень важно У нас Центр развития карьеры Традиционно занимается этими вопросами с первого дня студенчества В различных форматах И мастер-классы проводят, и встречи с работодателями И конкурсы совместные с работодателями И, конечно же, практика, стажировка По итогам которой ребята трудоустраиваются очень успешно Ну и мы не оставляем своих студентов и после выпуска Постоянно интересуемся их дальнейшим продвижением Карьерным ростом Что-то предлагаем со своей стороны И стараемся максимально способствовать успешной карьере Елена, у нас остается буквально полминутки Мы призываем вас попросить всех наших телезрителей Прийти к вам в ваш ВУЗ, ознакомиться с ним И, возможно, поступить и сделать выбор правильно Конечно, уважаемый телезритель, приглашаем к нам И неважно, вы уже закончили школу или только подходите к этому этапу Мы всегда рады вас видеть в Поволжском институте управления Приемная комиссия находится на Московской, 164 Мы дадим вам очень хорошую консультацию Возможно, покажем свой кампус И пригласим на наши дни открытых дверей Которые уже скоро состоятся Спасибо большое Спасибо, что пришли к нам Мы так интересно рассказали про свой ВУЗ А у нас в гостях была заместитель директора Поволжского института управления имени Столыпина Филиала Ранхикс Елена Сергеева Вернемся к вам через короткую паузу Оставайтесь с нами Всем доброго, приятного, прекрасного утра Всем тем, кто к нам только что приснился Я еще желаю легкого пробуждения Ну и, конечно же, приятного аппетита, если вы завтракаете Ну а если вы уже сделали все утренние дела И готовы отправиться на работу Ну или по каким-то другим направлениям То Евгений Крек вам сейчас придет на помощь Он уже знает, где скопились пробки И готов о них рассказать Жень, тебе слово Да, друзья, обращаемся вновь к порталу Яндекс 4 балла уровень загруженности на данный момент на дорогах Давайте рассмотрим ситуацию более подробно Начинаем по традиции с заводского района Проспект энтузиастов в районе стадиона Волги, друзья Образовался огромный затор Скорость вашего автомобиля составит 5-7 км в час По направлению в сторону движения центра города По улице Чернышевская никаких препятствий В сторону моста через Волгу мы не находим Но, в принципе, на подъезде к предмостовой площади Уже начинают скапливаться автомобили Также на въезде на мост Небольшие затруднения вас ожидают Скорость вашего автомобиля составит 5-7 км в час Как только вы выберетесь на мост В двух направлениях движения свободно С легкостью вы доберетесь до стороны Энгельса На пересечении улицы Лесозаводской и Трудовой На новой развязке дорог Тоже нет никаких препятствий С легкостью вы также переедете этот участок дороги Возвращаемся вновь в Саратов В юбилейный район В юбилейный район Продовая и Усть-Курдюмское шоссе В районе строительного рынка Нет никаких затруднений Вы минуете этот район легко Навашина и Танкистов Здесь по-прежнему пробка Все без изменений Машины выстраиваются в дружные колонны Скорость вашего автомобиля составит 5-7 км в час Улица Ипподромная и улица Шихурдина На этих пересечениях дорог нет никаких затруднений движения Чуть ранее на улице Шихурдина Мы встречаем небольшое затруднение движения В двух направлениях у нас образовалась пробка С чем это связано непонятно Также Московское шоссе, друзья, стоит в сторону выезда города Будьте внимательны Проспект 50 лет Октября Никаких затруднений нет В районе стрелки небольшое скопление автомобилей Но я думаю, тотально на вашу успеваемость Это затруднение движения не повлияет Приходим в центр нашего города Конечно же, стоит обсудить район стадиона Локомотив И привокзальную площадь Там в связи с новой развязкой дорожной Образуется затруднение движения Поэтому будьте внимательны Также улица Соколова и Танкистов Здесь тоже все без изменений Машины стоят, никуда не двигаются В принципе, на данный момент о дорожной ситуации Все, давайте посмотрим, что у нас с погодой Светлана Казанцева сейчас нам расскажет подробно, что нас ждет сегодня Спасибо, Жень На самом деле, радуют нас сегодня пробки Но погода нас сегодня, к сожалению, радовать не будет Как сказал глава регионального гидромедцентра Михаил Балтухин Эта неделя будет под знаком потепления Но не сегодня, друзья А сегодня самый последний день самой плохой погоды, наверное, этим летом Потому что 11 июля в Сарат-Энгельсе будет переменная облачность Будет идти дождь, а также будет даже гроза Ветер северный 5,1 метра в секунду Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба И днем температура воздуха прогреется примерно до отметки плюс 19 градусов А ночью опустится всего на все до отметки плюс 14, плюс 15 Достаточно холодно, мокро, промозглая будет сегодня погода Так что обязательно захватите с собой сегодня дождик Наденьте удобную обувь Ну и, конечно же, запаситесь терпением Потому что уже завтра и уже ближайшие выходные Будет погода нас радовать солнечными деньками Будем отправляться с вами на пляжи, в парке Будем гулять, веселиться, кататься на велосипедах Ну и прочие развлечения, которые можно делать на свежем воздухе Да, ну и мы, конечно же, по традиции хотели бы повторить рубрику «Гороскоп» Для тех людей, которые, возможно, ее пропустили в первом часе Давайте посмотрим Мужчина-дева и женщина-водолей вынуждены соблюдать меру Он вкладывает в отношения слишком много эмоциональной энергии Она ощущает себя сильно обязанной Однако водолей менее эгоистичен Доброе утро! С вами астропсихолог Мария Белат И мои наблюдения звездных влияний на сегодня В этот день лучше всего спланировать встречу с друзьями и единомышленниками Не перегружайте себя рутиной А также лучше не давать пустых обещаний Овен Профессиональные обязанности будут занимать больше вашего времени Телец Финансовая составляющая любых ваших проектов будет требовать вашего активного участия Близнецы Ваша повышенная раздражительность распространится на окружающих Держите себя в руках Рак Рассчитывать приходится только на самих себя Поэтому экономьте силы Лев Не стоит расслабляться и считать, что все сделано Самое интересное только начинается Дело Избегайте неоправданного риска Но действуйте решительно Весы Ваше стремление к победе будет оценено и отмечено нужными вам людьми Скорпион Интересные проекты и сложные задачи не напугают вас, а вдохновят на новые победы Стрелец Любые сложности на работе вам по плечу Козерог Уверенность в собственных силах позволит вам эффективно противостоять растущей неопределенности Водолей Старые дружеские связи помогут разрешить мелкие вопросы Рыбы Соберите все силы в кулак и действуйте Результат вас порадует Если эмоции не дают вам корректно выстраивать рабочие процессы или личные взаимоотношения Вы знаете, что стоит незамедлительно писать свой вопрос на мою электронную почту Не забудьте указать дату, время и место вашего рождения Возвращаемся в нашу группу ВКонтакте Там мы запустили опрос, в котором спрашиваем, работаете ли вы по профессии Есть несколько вариантов ответов То, что да, я работаю по профессии С самого начала знал, что хочу обладать именно такими навыками, знаниями Сейчас их применяю Ну, это я вам более развернутый вариант говорю Да, нет, образование, это высшее образование, это формальность И у меня вообще нет высшего образования, я зарабатываю хорошо Есть еще такой вариант Ну, кстати, за первый вариант, который я озвучила, проголосовало 50% наших телезрителей За второй вариант 29%, ну и также есть еще несколько голосов, которые разделились, отдали свой голос То за первый, то за второй Кстати, у нас есть один комментарий, который мы зачитаем чуть позже Ну, а вы, друзья, присоединяйтесь к нашей беседе Прямо сейчас заходите к нам в группу ВКонтакте Отвечайте на наш вопрос Все-таки пригодилось ли вам ваше образование Работать ли вы по профессии, по специальности Или вам образование нужно было просто для расширения кругозора, для корочек или для каких-то еще целей Готовы обсудить с вами эту тему в течение всего нашего эфира Осталось буквально 20 минут, не опоздайте Да, ну и далее у нас рубрика «Говорят дети» Они загадывают желание золотой рыбки И давайте узнаем, что они это спрашивают чаще всего Говорят, дети – это интересные ответы на самые сложные вопросы из уст малышей Сегодня ребята расскажут, что загадать золотой рыбке Любое Например, чтобы я сразу съел кашу, а потом стал сразу большим Я хочу, чтобы мне подарили щенка Первое – это, конечно, полетать с крылышкой Второе – чтобы мои игрушки были живые, я могла с ними разговаривать И третье – увидеть Деда Мороза У меня три желания Ну, я бы загадала, чтобы у всех было все хорошо И чтобы у меня было тоже все хорошо Ну, или чтобы я учился, или мой брат на пятерке Я бы загадал то, что не может быть на свете Но что именно говорить не хочется, потому что это реально не существует Чтобы все были счастливые Друзья, моя семья И чтобы никто никогда не болел И чтобы их мечты тоже всегда сбывались Маме автомобиль, который она очень долго ждет И новую квартиру Не новую квартиру, а ремонт в планы и в туалете У нас только там площадь Чтобы на земле был мир И чтобы уже успокоились эти террористы И не убивали никого У вас есть дети? Хотите, чтобы они стали участником нашей рубрики? Присылайте заявки на почту MailSobakaSaratov24.tv И становитесь героями нашей рубрики «Говорят дети» Летняя смена началась Летим на отдых с саратовскими авиалиниями Прямые авиарейсы из Саратова в Сочи, Анапу, Симферополь и Геленджик Купить авиабилет можно на сайте авиакомпании saratovairlines.ru Летим в Санкт-Петербург с саратовскими авиалиниями Три раза в неделю Действует тариф социальный Купить билеты на сайте saratovairlines.ru Напоминаю, что сегодня мы говорим про образование после школы Постшкольное образование Куда поступить? Какой проходной бал? Как определиться с профессией? Все эти вопросы мы пытались раскрыть с нашей гостей Которая была у нас после выпуска новостей Если пропусили интервью с ней То заходите смело к нам на сайт Называется он saratov24.tv И смотрите, там есть запись не только этого выпуска Но и всех предыдущих, архив новостей И очень-очень много всего интересного Заходите, будет интересно Будет интересно после следующей занимательной информации Дело в том, что сейчас вы хотели бы вам озвучить цифру дня И звучит она следующим образом 15 15 дипломов об окончании университетов Имеет 70-летний итальянец Лусяно Байетти Впервые он попал в книгу рекордов Гиннесса Еще в 2002 году Когда получил свою восьмую корочку Количество дипломов его не останавливает И поэтому на данный момент он изучает пищевую науку Ого! В чем же его секрет? Ну просто в том, что он встает в 3 часа ночи И начинает учиться Ну самое интересное Вот если многие из вас задумывались Как вот избежать после института Человек, который боялся работать Не знал, как трудоустроиться И он думает Зачем мне эти работы, когда я могу учиться И пошел и поступил еще в один институт После него еще и еще и еще и еще Самое главное, что был какой-то пассивный доход Понимаешь? За счет которого он бы жил Это стипендия Да? Возможно, в Италии очень большая стипендия Поэтому не нужно работать А можно просто всю жизнь посвятить науке И быть очень умным и образованным человеком Напоминаю, что это рекорд Абсолютный рекорд В книгу рекордов Гиннессона Занесен этот человек с этим количеством дипломов Ни одного в мире не существует аналога Ну а еще не существует аналога фестивалю нашествия Это замечательное мероприятие Которое не так давно проводилось в Тульской области Проводилось оно уже далеко не в первый раз И в свое время наше радио Буквально за пару недель до этого мероприятия Проводило розыгрыши билетов А также осуществляло трансфер до мероприятия До нашествия и назад Только немножко было в другой локации Было в Тверской области В Тверской области Я там не была, просто немного динформировала В общем, хотим вам показать ролик дня с этого мероприятия Вот так там было весело и чисто Ну да, просто погода, конечно же, не задалась в этом году на фестивале Но, тем не менее, участников этого фестиваля и посетителей Это ни в коем случае не остановило И все отдыхали и веселились Как вот кто-то делает червя сейчас в грязи Это так называется вот это вот шикарное действие, которое делает молодой человек Ну, видим то, что было верно Кто-то просто ползет Ну, люди развлекались как могли Действительно, общая атмосфера веселья, куража, какого-то хорошего настроения Не покидало всех участников этого мероприятия, этого фестиваля Как я уже говорила, наше радио, наши партнеры отправляли туда людей Которые выигрывали пригласительные билеты на этот фестиваль Сейчас в ВКонтакте и в других социальных сетях появляется большое количество фотографий Оттуда подобного рода Которые уже, знаешь, там, я не знаю, уже куча мемов появляется Которые показывают, рассказывают об этом мне Ну, в общем, друзья, и вы выкладываете свои фотографии с фестиваля Если вы там были, если вы хотели туда поехать Может быть, ваши какие-то мечты Может быть, у вас с вашего прошлого года, где было светло, тепло и уютно Многие иногда мне задают вопрос А где Сережа Горюшнов? Так это вот он был в синеплащае Когда делал вот так На самом деле, это было самое холодное нашествие за всю историю По температуре, ни в коем случае не по атмосфере Потому что мы видим, какая там атмосфера была Общего рок-н-ролльного настроения Ну да, ну а поддержать хорошее настроение И направить вас на путь истинный Мы готовы с помощью следующей нашей рубрики Хотим вам рассказать о том, как же правильно трудоустроиться в наши дни Наверняка многие из вас сталкивались с моментом Когда нужно распрощаться со своей старой работой И отправиться на поиски чего-то фантастического и близкого вам по душе Сегодня я, Евгений Креков, на своем примере расскажу Как не попасться на уловки хитрых и недобросовестных работодателей И что нужно знать при трудоустройстве Погнали! На одном из сайтов я увидел вакансию своей мечты Отправил туда резюме о чудо Меня сразу взяли на работу Причем без предварительного собеседования Сейчас узнаем, в чем подвох Здравствуйте, я по объявлению Спасибо, хочу у вас работать Отправлял вам свое резюме Когда вы сможете приступить к работе? Да хоть сейчас Отлично, тогда приступим Для начала вот этот пакет документов отвезите вот по этому адресу Супер, а со мной договор никакой заключать не будут? Трудовой договор заключим, но через несколько недель Сейчас наш начальник отдела кадров находится в отпуске и нет возможности На самом деле так быть не должно С того момента, как меня допустили к работе Мой начальник обязан заключить со мной трудовой договор в письменной форме Не как мне обещают через какое-то мифическое время А не позднее трех рабочих дней С того момента, как я начал работать Хорошо, а какие нужны мне документы для дальнейшего трудоустройства? Есть определенный перечень документов Паспорт, выписка из лицевого счета, свидетельство о браке, свидетельство о регистрации права на земельный участок, недвижимость, либо на транспортное средство Так-так-так, мне кажется, что-то здесь пошло не так Но паспорт при устройстве на работу должен быть, без него никак Но вот выписка с лицевого счета и документы на владение моим земельным участком Может быть, ему еще паспорт на моего кота нужен? Работодатель в праве потребовать, а работник обязан предоставить при поступлении на работу следующие документы Паспорт или иной документ, удостеряющий личность Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые В этом случае трудовую книжку оформляет сам работодатель Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования Документы воинского учета Документы об образовании Справку о наличии либо отсутствии судимости, если вы планируете отшлять свою трудовую деятельность в области образования В отдельных случаях законодательством предусмотрено предоставление дополнительных документов Вы знаете, я все-таки хочу, чтобы вы заключили со мной трудовой договор Я же вам говорю, что сейчас нет у нас возможности вас трудоустроить Через несколько недель, а пока что поработайте, привезете документы И мы вас потихонечку трудоустроим Похоже, со мной здесь трудовой договор никто заключать не собирается И что же мне с этим делать? Если работодатель уклоняется от оформления трудовых отношений Рекомендуем незамедлительно обратиться в Государственную инспекцию труда Мы обяжем работодателя заключить с вами трудовой договор И в дальнейшем будем отслеживать судьбу этих оформленных отношений Вы знаете, спасибо, конечно, за предложение Я подумаю, обещаю подумать И вам обязательно позвоню Но вы подумайте, вакансное место, желающих много Да уж, к такому работодателю я не посоветую попасть никому Будьте внимательны при трудоустройстве на работу И запомните несколько правил Работодатель обязан оформить трудовой договор С работником в письменной форме Не позднее трех рабочих дней Со дня фактического исполнения трудовых обязанностей Работодатель имеет право требовать Определенный перечень документов Установленных трудовым законодательством Однако в этот перечень не входит выписка с лицевого счета И свидетельство на собственность какого-либо имущества Если работодатель отказывается заключить с вами трудовой договор Необходимо обратиться в трудовую инспекцию Сегодня мы говорим о профессии, о высшем образовании И, конечно же, в нашей группе мы запустили голосование Точнее, опрос небольшой Работаете ли вы по специальности? Есть несколько вариантов ответов Да, с самого начала знал, кем буду 50% наших телезрителей считают, что этот ответ правильный Нет, высшее образование – это формальность 29% телезрителей проголосовали за этот вариант ответа На третьем месте у меня вообще нет высшего образования И зарабатываю я хорошо Это знаешь, как анекдот есть такое А сейчас, например, на следующей неделе встреча у пусыньков Пройдет на яхте Трушникова Володи Это вот из этой серии ответов И четвертый вариант – это еще не работаю, но планирую устраиваться по изначально выбранному направлению И у нас есть еще комментарии, зачитай его тоже Да, я, Анна Лабепишна, я воспитательница детского дошкольного возраста Но по профессии не работаю, ответственность большая, а зарплата маленькая Ну, к сожалению, такие ситуации тоже случаются В общем, друзья, заходите к нам в группу ВКонтакте «Саратов-24» она называется Отвечайте, этот пост будет доступен еще в течение всего сегодняшнего дня Сможете повлиять на ход голосования Ну, а мы хотели бы еще зачитать пару сообщений, которые к нам пришли на наш смс-портал Вот наш телезритель пишет, что в тему нашего обсуждения, нашей новости Мы рассказывали в первом часе о том, что с 1 июля 2018 года возможно закроют все контактные зоопарки Только наш телезритель пишет о том, что мы всей семьей любим ходить в контактные зоопарки И не хотели бы, чтобы их закрывали А еще есть сообщение от Марии Она желает всем доброго утра и говорит, что сегодня нужно обязательно съесть плитку шоколада Потому что она поднимает настроение А еще сегодня отмечается Всемирный день шоколада Спасибо вам, Мария, за такую информацию Действительно, сейчас отправимся в магазинчик и купим себе пару плиточек вкусного шоколада В контактный зоопарк не пойдем, потому что это мучение животных В общем, дальше будем рассказывать вам, наверное, только о хороших новостях Передаем слово Ане Антоновой, которая уже находится на студии Анна, что расскажешь? Снова добрый вечер, Ханилл В социальных сетях появилось обращение к саратовцам от питерского путешественника И как вы думаете, что он мог сказать? Что сказал? Расскажу буквально через пару секунд в программе «Саратов сегодня» Интрига Мы сейчас передаем слово новостям, а утреннее шоу «Автопилот» Планом дошло к концу Мы с вами прощаемся Евгений Греков, Светлана Казанцева До завтра, пока-пока Партнер программы «Саратовские авиалинии» Пристегните ремни, мы набираем высоту Летняя смена началась Летим на отдых с саратовскими авиалиниями Прямые авиарейсы из Саратова в Сочи, Анабу, Симферополь и Геленджик СаратовАirlines.ру